Здравствуйте! В студии Антон Скаль весь год мы следили за самыми яркими и важными событиями в жизни Алтайского края. Сегодня подведем итоги года. Итак, чем же жил регион в 2017-м? Рубцовск не замерзнет, как бы холодно не было за окном. Это результат уникального даже в масштабах страны инвестиционного проекта, который в этом году начали реализовывать в Алтайском крае. И это тот самый случай, когда политика и экономика оказались тесно связаны. Подробнее о главных политико-экономических итогах года Максим Милосердов. 2300-й младенец родился в перинатальном центре ДАР. Такой, наверное, самый главный политико-экономический итог уходящего года. Экономический, потому что вот это все федеральные средства, которые сейчас работают на благо жителей региона. А политический, потому что установку оборудования в центре сопровождала череда заказных материалов СМИ, целью которых была саму идею центра очернить. И это печально, потому что ДАР – это объект, с которым архитектура системы родовспоможения в Алтайском крае стала завершенной. Если беременность протекает без патологий, будущая мама получает помощь в районной больнице. При наличии рисков в межрайонном перинатальном центре, а при вероятности осложнений в учреждении высокотехнологическом, в центре ДАР. Самый маленький пациент, который родился у нас в этом году, весил 940 грамм, при выписке вес его составил 2400 граммов. И сейчас этот ребенок практически не отличается от деток, рожденных срок. Главный итог для центра такого уровня – это спасение жизней. И, конечно, радость материнства, которую мы можем подарить нашим женщинам. Реализация таких проектов – это пример того, как регион может привлекать федеральные средства. И Алтайский край получал их для строительства школ, спортсооружений, улучшения городской инфраструктуры. Но деньги дают не всем. И смотрят сегодня не только на то, чтобы от региона было софинансирование, то есть чтобы регион изыскивал часть собственных средств на проект, но и на состояние бюджета региона. Алтайский край последнее десятилетие стремился жить по средствам, не набирал кредитов. Итог – в 2017 году оказался в числе субъектов, получавших дополнительные субсидии. Это своеобразное поощрение. А вот действуя предыдущие годы иначе, сейчас тратил бы до 15 миллиардов рублей на погашение долгов. Мы сегодня работаем достойной командой в Москве, в Государственной Думе, на других площадках федерального уровня. Оправдывает вся традиция, когда с определенной периодичностью мы встречаемся у губернатора, обсуждаем все вместе те задачи, а потом также все вместе, или, что называется, разделившись уже по направлениям, по профилям, по комитетам, где мы трудимся, отрабатываем эти задачи, эти поручения, где ключевым является лоббирование в хорошем смысле интересов Алтайского края. Нам надо добиться того, чтобы строчки по распределению финансов было написано «Родной Алтайский край». И это все чаще удается. Если говорить о самом масштабном проекте, который был реализован, несмотря на изначальное недоверие, несмотря на попытки политических спекуляций и возгласы, все пропало, ничего не получится, то это проект в области энергетики. Реконструкция тепловых сетей в Рубцовске. Общий объем вложений составит около 2 миллиардов рублей. Миллиард уже освоен. Это средства, которые вкладывает в регион сибирская генерирующая компания. Представители высшего руководства предприятия накануне Нового года приехали на Алтай, чтобы лично проинспектировать ход работ. Может быть, в стране реализуются и более крупные, и более емкие проекты, но более миллиарда рублей на одну площадку в течение короткого инвестиционного периода – это очень серьезная программа. Есть ли в России подобного рода проекты? Я думаю, что в области жилищно-коммунального хозяйства такого масштаба инвестиционный проект – один из первых. Губернатор Александр Карлин подчеркнул, важно избежать скачков тарифов. У СГК есть решение этой задачи. Чтобы повысить свою рентабельность не за счет горожан, компания планирует заняться в Рубцовске генерацией электроэнергии. Есть у компании и планы, касающиеся краевой столицы. Уже предложен инвестиционный проект, который включает строительство теплотрассы в Новоалтайск, перекладку теплосетей в Барнауле для повышения их надежности. И централизацию теплоснабжения жителей частного сектора – это значительно улучшит экологическую обстановку в городе. Мы инвестируем в расчете на то, что через 10-12 лет эти инвестиции начнут окупаться. Поэтому хочу вас заверить, уже только поэтому. Вот сибирская генерующая компания здесь надолго. И спасибо вам за такое нормальное отеческое отношение и за равноправное партнерство в этой большой работе. Рубцовск – город, где каждый год на Рождество девушки гадали не о суженном, а о том, замерзнет он или нет. Будет режим ЧАЭС или обойдется? Теперь проблема решена. Зимы для рубцовчан станут теплыми. А раз столь масштабные проекты удается реализовать на Алтае, значит и в других сферах нас ждут новые большие достижения. Максим Милосердов специально для Катунь-24. И еще раз вернемся к достижению, о котором уже упомянули в предыдущем сюжете. Перинатальный центр ДАР, объект, с запуском которого архитектура системы родовспоможения в Алтайском крае стала завершенной. Давайте вспомним подробнее о том, как реализовывался этот масштабный проект и какие уникальные операции теперь проводят медики центра. А также поговорим о других событиях уходящего года в сфере здравоохранения. Начало года – начало новой жизни в перинатальном центре ДАР. Он открылся в конце 2016-го, а с января на свет здесь появилось больше двух тысяч малышей. В сентябре, например, родилась первая тройня. Родители назвали сыновей Матвей, Савелий и Платон. Мы были в шоке, конечно, мы не ожидали, что такой будет результат великолепный. Очень обрадовались потом этому событию. Строительство перинатального центра шло два года. На это из федерального и краевого бюджетов направили более трех миллиардов рублей. Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием. Здесь используются новейшие методы диагностики. Все для того, чтобы жизни детей ничего не угрожало. Работу медиков высоко оценил и профессор кафедры акушерства и гинекологии Российского университета дружбы народов Виктор Родзинский. Таких перинатальных центров за рубежом не строят. Не потому, что у них уже все есть и они построили. Там не находят тех финансовых возможностей, чтобы построить вот такой просторный, инсталируемый, проветриваемый перинатальный центр. Этот центр обеспечивает доступ к самому современному уровню здравоохранения на суперзначенном направлении родоспоможения. В этом году врачи перинатального центра ДАР и краевой клинической больницы помогли появиться на свет ребенку, мать которого почти месяц провела в коме. На седьмом месяце беременности у женщины случился инсульт. Сначала реанимация, потом операция и кома, из которой она так и не вышла. Медики боролись за жизнь матери и ребенка почти месяц. Определенные мероприятия с целью стабилизации плода для того, чтобы его родить. Это подготовка легких к родам, гормональными препаратами, плюс подготовка центральной нервной системы. Родились 11.09. на базе краевой клинической больницы с массой 1760 грамм, 42 сантиметра ростом. Ребеночек, учитывая тяжесть, состояние был сразу взят на аппарат искусственной вентиляции легких. Спасти ребенка удалось во многом благодаря оперативной транспортировке. В Барнаул беременную женщину доставили на вертолете. Кстати, в этом году Алтайский край стал участником федеральной программы по развитию санавиации. Регион получил средства на полет часы и специализированный воздушный борт Ми-8. До этого санитарная авиация пользовалась техникой, которая не была оборудована специальным медицинским модулем. Имеется сам модуль, то есть на двух пострадавших, либо больных тяжело. Первый, второй. Имеются два аппарата искусственной вентиляции легких. Это вместе создает определенные условия для того, чтобы в течение полета скорректировать состояние больного и доставить его до высокоспециализированного какого-то центра. Не только скорая, но и более комфортная медпомощь. В Алтайском крае начала работу система «Бережливая поликлиника». Это федеральный проект, в котором участвуют пока 23 региона страны. В медучреждениях внедряют электронные очереди, медицинские карты переводят в цифру. Тем самым медработники освобождаются от бумажной волокиты и могут больше времени уделять пациентам. А в свою очередь получить талон к врачу и попасть к нему на прием теперь можно быстрее. На новую систему работы переходят 14 медучреждений. В Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Славгороде и других городах. На последующие три года все медицинские организации, которые у нас предоставляют или оказывают первичную медико-санитарную помощь, они будут включены в этот проект. То есть всего 130 медицинских организаций. На новый, более высокий уровень выходит диагностика онкозаболеваний. В районе Нагорного медицинского кластера идет строительство Центра позитронно-эмиссионной томографии. Средства на эти цели, а это полмиллиарда рублей, выделили инвесторы из Санкт-Петербурга. Позитронно-эмиссионная томография – это современный медицинский метод исследования. Он позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях, контролировать качество лечения. Чтобы узнать, есть ли у пациента новообразование, ему вводят специальный препарат. При опухоли химические процессы в организме меняются. На экране томографа специалист видит пораженные раком ткани. Раньше для такой диагностики жителям края приходилось выезжать в Центры позитронно-эмиссионной томографии Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга. Если вдруг мы увидим потребность в большом количестве приема большого количества пациентов и увидим в том, что нам необходимо увеличить количество трейсеров, то есть маркеров, то Центр спроектирован таким образом, что в течение очень короткого срока, меньше чем за полгода, мы сможем развернуть Циклотрон и лабораторию, и мы начнем производство прямо здесь. Конец года, начало нового, 2018-го, в котором медицинская помощь останется такой же скорой, в котором будет место новым открытиям и прорывам в сфере здравоохранения. Елена Заздравных специально для выпуска новости итоги года. А теперь поговорим о том, какие технологии использовали на Алтае в этом году, чтобы сберечь уже не жизни, а природу. Напомним, 2017-й был объявлен президентом России годом экологии. В нашем регионе провели тысячи конкурсов, фестивалей и акций, посвященных природоохране. В той или иной степени они затронули всех жителей края, и каждый внес свой вклад. Добавлю, что и наша редакция не осталась в стороне и выпустила ряд крупных телевизионных экопроектов, которым, кстати, присоединились и коллеги из других регионов. Обо всем подробнее Анжелика Келлер. Год экологии уникальный по количеству природоохранных акций и их участников. В Алтайском крае прошли всероссийский экологический урок, экологический диктант, день птиц, день водных ресурсов. Эти экологические мероприятия объединили около 400 тысяч жителей региона. Чтобы сохранить уникальные природные объекты в Алтайском крае, трем территориям присвоен статус особоохраняемых. На территории Смоленского, Алтайского и Солонешинского районов создали природный парк краевого значения «Предгорье Алтая». В Михайловском районе создан государственный природный комплексный заказник краевого значения «Урочище Рублева». А также в августе этого года в Топчихинском районе создали памятник природы озера Сухое. В целом, площадь особо охраняемых природных территорий в этом году увеличилась до 5,3%. В год экологии особое внимание уделили переработке мусора. Таких предприятий в Барнауле немного. Одну из них, завод по переработке вторичного сырья, принимает около 100 тонн различного мусора в месяц. Экологи говорят, больше половины производимого нами мусора можно переработать, и этим нужно пользоваться. Будущее за переработкой основной части отходов. Органика не опасна, она просто перегниет, и большой беды от нее не будет. Ну, вопрос тоже, какая органика. А вот пластик, все материалы, которые можно использовать во вторичном обороте, конечно, нужно разделять, отделять от общей массы и перерабатывать, пускать снова в экономический оборот. Такого мнения придерживаются и в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, где обещают продолжить работу по экологическому воспитанию населения. В части наведения порядка, чистоты на территории наших улиц, городов, поселков, придания непосредственно стандартов к атмосферному воздуху, лесная тематика, водные объекты. Эта тема, она будет продолжаться и только набирать обороты. Год экологии на телеканале Катунь-24 – это специальные проекты. Мы записали больше 50 различных звуков живой природы нашего региона. Проект «Слушай Алтай» заинтересовал даже иностранцев. Доктор Албан в память о крае увез с собой флешку с полной коллекцией звуков природы из нашего проекта. Российская группа «Бандерас» попробовала спародировать некоторые звуки. Удачным продолжением проекта «Слушай Алтай» стал живой Алтай. Животных края теперь можно увидеть в привычной для них среде обитания. А видео собирает по всему Алтайскому краю фотограф и орнитолог Алексей Эйбель. Все эти животные, птицы, они сняты все исключительно в Алтайском крае. Это и окрестности Барнаула, и достаточно удаленные от Барнаула места, и Угловский район, Змеиногорский район, Бурлинский район, Ленточные бары. То есть, ну, в общем-то, Алтайский край, он так достаточно полноценно представлен. Происходило это при реализации каких-то проектов, да, допустим, вот вандаторовым по пеликанам, там просто мониторинг пеликанов, то есть проверка, как они гнездятся. На этом год экологии не заканчивается. В следующем году мы подведем итоги конкурса «Живой Алтай». Его мы запустили совместно с Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников образования. Специально для него разрабатываются эксклюзивные дизайнерские VR-планшеты. Их получат все участники конкурса. Призеры станут героями программы «Интервью дня», а их школа – площадкой для съемок очередного выпуска «Правила жизни дети». Лучшие работы войдут в региональный раздел «Пособие по зоологии», которое будет выпущено в следующем году. Анжелика Келлер специально для итогового выпуска новостей. А вот если говорить о капризах природы, то в 2017 году она в очередной раз преподнесла сюрпризы и внесла свои коррективы в уборочную компанию, отчасти затормозив ее ход. Но аграрии смогли доказать, что способны справиться с любыми трудностями. Кстати, собрать урожай вовремя удалось в том числе благодаря современной сельхозтехнике. Подробнее обо всех сложностях и успехах этого сельскохозяйственного года расскажет Римма Минина. Мука, хлеб, крупы, молоко, сыр, мед и другие продукты питания – истинное богатство Алтая. Все это изобилие создается каждодневным и кропотливым трудом жителей края. Около 70% производимой продукции реализуется за пределами региона. Поэтому фраза «алтайские труженики кормят Россию» отражает объективный факт. И в ней нет преувеличения. В 2017 году погода в очередной раз приготовила сюрпризы и внесла коррективы в уборочную компанию. Алтайские аграрии приложили максимум усердия, чтобы собрать выращенный урожай. А он в этом сезоне превысил прошлогодние объемы. Среди регионов Сибири по урожаю зерна Алтайский край традиционно имеет первый результат. Основная культура все равно, она перекрывает пшеницу по любому, площади поболее. Но мы в этом году разнообразие делаем и ставку делаем на чечевицу. Делаем кукурузу на зерно выращивать, посеяли. Мощный и постоянно укрепляемый машино-тракторный парк позволяет аграриям на высоком уровне организовывать ход всей полевой компании. Расходы на техническое перевооружение у крестьян давно стали плановой статьей. Как и в предыдущие годы, алтайские хозяйственники делают ставку на отечественную технику, в том числе местной сборки. Большое значение имеет и 20-процентная скидка, действующая в рамках правительственного постановления номер 1432. За счет его реализации косвенная поддержка аграриев региона с начала года приблизилась к 840 миллионов рублей. Значительным подспорьем в техническом оснащении хозяйств края стал агропромышленный форум «День сибирского поля». На этой площадке уже традиционно представлено все разнообразие сельхозтехники, оборудования, сельхозмашин мирового уровня, а также полная линейка продукции алтайского кластера аграрного машиностроения. Сегодня сельхозмашиностроение стало более отзывчивее, более оперативнее, более конкретно реагировать на запросы нашего сельского хозяйства. Вы слышали уже, говорят, что мы для разных форматов хозяйствования технику делаем, начиная от личных подсобных хозяйств, ферменских хозяйств и заканчивая крупными сельхозпредприятиями. Уровень проведения Алтайского агрофорума его гостями признан соответствующим самым высоким стандартам современных автосалонов. Число его участников в этом году составило 24,5 тысячи человек. В сравнении с предыдущим днем Сибирского поля число посетителей увеличилось в полтора раза. Уникальное мероприятие, уникальный регион, поскольку действительно ту практику, которую мы здесь увидели, мы будем тиражировать на всю страну. Есть целый ряд успешных примеров, талантливых людей. Сегодня достаточно только, вот мы посмотрели на сельхозмашиностроение, ну действительно в России такого нет нигде. И уровень локализации достаточно приличный, почти 100%. Целая серия и линейка, которые уже в серии находятся. И важно сказать, что здесь как раз комплексные такие научно-технологические подходы, которые позволяют находить эти решения, организовывать совместную работу науки, производственных объединений. Поэтому получается такой высокий результат. Стабильное развитие также продолжается в одной из главных подотраслей сельского хозяйства – животноводстве. По объемам производства молока наш регион прочно занимает третье место в России. Увеличилось производство свинины, мяса птицы и яиц. Стабильное производство фиксируется и по говядине. Ежегодно ее получают 115 тысяч тонн. В этом сегменте рынка Алтайский край находится в тройке российских регионов-лидеров. В этом году общая сумма государственных вложений в АПК и развитие сельской инфраструктуры превысила 5,3 миллиарда рублей. Активным инвестором в обустройстве села становится агробизнес. Хозяйства и предприятия понимают сегодня, что таким образом они инвестируют в благополучное будущее своих тружеников. За всеми достижениями в отрасли стоят простые и скромные люди. Своими натруженными руками они создают продовольственную прочность региона и страны. Их труд почитаем и уважаем в нашем регионе. Именно с этой целью проводится ежегодное краевое трудовое соревнование. Его победителями становятся лучшие труженики, верные своему делу профессионалы. За последние 10 лет на их премирование было направлено 142 миллиона рублей. Алтайские труженики постоянно получают признание и на федеральном уровне. Многие удостоены государственных наград. Особенно громко на федеральном уровне в этом году прозвучал Алтай туристический. Семь проектов нашего региона стали финалистами национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Также Алтайский край выиграл одну из самых престижных премий в сфере туризма National Geographic Travel Awards. Уже второй год мы становимся лучшей в номинации российский приключенческий отдых. А еще наш регион вошел в десятку лидеров национального рейтинга, посвященного туристической привлекательности регионов. О том, сколько именно туристов посетила наш регион в выходящем году и в какие уголки Алтая они приезжают чаще всего, расскажет Анастасия Борисова. На улице минус 20, а на празднике Алтайская зимовка – тысячи гостей. А это значит, что зимний туристический сезон на Алтае объявляется открытым. В уходящем году Алтайская зимовка возглавила рейтинг лучших зимних фестивалей России. Самое долгожданное событие декабря объединило 6 городов и 12 районов Алтайского края. Гонки на собачьих упряжках, забег в валенках, путешествия к месту зимовки лебедей и даже танцы на льду. Встречали зиму с сибирским задором около 20 тысяч гостей со всех уголков нашего края и других регионов. Событие интересное, красивое, задорное. Создает правильный тон, правильный настрой на всю туристическую зиму. Для нас число гостей не самоцель, а еще увеличивается, улучшается качество наших туристических услуг. Все чаще гости нашего региона предпочитают шумным городским гулянием, отдых на природе. Километры тайги, полное уединение и никаких застроек. За это туристы любят алтайские курорты. Белокуриха-2 еще не начала работу в полную мощность, но уже сейчас рядом с этой территорией начали возводить новый субкластер – Белокуриху-3. На его территории остались реликтовые черновые леса. Вскоре туристы смогут познакомиться с экологическими маршрутами. Все. Вот здесь, например, где мы сейчас с вами стоим, рядом будет мост через реку. С тем, чтобы маршрут из Белокурихи, Белокурихи-2, Белокурихи-3 уходил в Солонешинский район. А там новые достопримечательности. Мы открываем для наших отдыхающих новые горизонты и новые возможности. А если быть точнее – лечебно-оздоровительный туризм. Это значит, что отдыхающие смогут выходить на маршрут, плавляться по реке и покорять горы под присмотром медиков. Кстати, санатории города-курорта вошли в топ-10 лучших российских здравниц. И в нашем регионе намерены использовать весь потенциал санаторно-курортного комплекса. Впервые на Алтае появятся пакетные туры в сфере медицинского туризма. Это диагностическое обследование на базе медицинских организаций Барнаула, совмещенное с отдыхом в Белокурихе и других санаториях. Соглашение между региональной ассоциацией туризма с ассоциацией медицинского туризма в России. Как раз сейчас мы формируем такое предложение. То есть ряд крупных лечебных учреждений поддержали эту инициативу и на сегодняшний день занимаются разработкой соответствующих программ краткосрочного обследования. Путешественников со всех уголков мира на Алтай привлекает и оздоровительная медицина. В этом году в нашем регионе прошел чемпионат Сибири по массажу. В четвертый раз в Барнаул приехали мастера из Белокурихи, Барнаула, Бийска, Новосибирска, Иркутска и Томска. Массаж на гречке, кедровых орехах, меде и облепихе. Алтайская техника массажа признана одной из лучших в России. Наша задача в данном чемпионате, чтобы Алтай, Сибирь был привлекательным краем с точки зрения въездного и внутреннего туризма. И массажисты здесь играют ключевую роль. Потому что, как бы ни развивались современные технологии, какое бы ни было оборудование современное, дизайн, элитная косметика, всегда биологическое, живое касание будет иметь очень большое значение. Живое человеческое общение тактильное никто никогда не заменит. Никакой робот, никакая технология. Никакие технологии не заменят и созерцание живой природы. В 2017-м наш регион признали одним из самых живописных уголков в мире. Алтайский край победил в номинации «Российский приключенческий отдых» ежегодной премии National Geographic. Семь проектов нашего региона победили и в конкурсе национальной премии Russian Event Awards. Можно ехать часами, и глаз не устает от красоты. Среди иностранных гостей немало знаменитостей. В этом году на Алтай в третий раз приехала съемочная группа программы «Поедем, поедим» и ее ведущий Джон Уоррен. В нашем регионе он собирал облепиху, ходил в далекие избы старообрядцев, пробовал алтайские дикоросы и мед. Французская актриса Сесиль Плеже тоже побывала на медовой пасеке. Приняла пантовые ванны, встретилась с алтайским шаманом и познакомилась с обрядами древних алтайских народов – кумандинцев. Нет, конечно, знаешь, что это Алтай, красивый край, куда люди ездят, пойти, оказаться в природе в ней. Нет ничего, что не запомнилось. Мне везет по долгу моей работы, что у нас нет полутонов. Все, что со мной происходит, это фантастический экспириенс, который случается. Зарубежные туристы сходятся во мнении, а Алтай завораживает. В нашем регионе берет свое начало самая протяженная река России – Опь. Содержание легких аэроионов в воздухе Белокурихи в два раза больше, чем на всемирно известном швейцарском курорте Давосе. В нашем регионе более ста особо охраняемых природных территорий. А значит, в нашем регионе есть все, чтобы в 2018 он стал мировым центром туризма. Анастасия Борисова, новости итоги года. И мы продолжаем подводить итоги 2017 года. Более 13 миллиардов рублей такую сумму направили на ремонт федеральных и региональных дорог в этом году. Аналогичный объем средств планируется на 2018. Впервые дороги Барнаула ремонтируют по федеральному проекту. Об итогах работы дорожников Алтайского края Дмитрий Бутков. 2017 год. Год масштабных дорожных работ. Впервые по всей России и в Алтайском крае стартовал федеральный проект «Безопасные качественные дороги». Только в нашем регионе за 12 месяцев отремонтировали более 60 километров. А это две федеральные, три региональные дороги и 33 улицы в Барнауле. В краевой столице сократили и количество мест ДТП с 60 до 42. Сумма проекта на этот год около полутора миллиарда рублей. Это деньги из бюджетов всех уровней. Задача того проекта, над которым мы с вами все работали, это приведение в нормативное состояние сети агломерации. Напомню, что сеть нами взята была в 50-километровой радиальной окружности вокруг столицы края города Барнаула. Население 500 тысяч, поэтому сумма для нас была определена постановлением распоряжения правительства. Более трех миллиардов рублей. Такую сумму направят на реализацию федерального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2018-2019 годы. Уже в следующем году отремонтируют более 118 километров. 42 улицы в столице края и на Волтайске, а также 5 региональных дорог. Кстати, барнаульскую агломерацию назвали территорией, которая успешно работает с общественностью по федеральному проекту. Наш регион вошел в тройку лидеров. Еще в августе по предпрезидентам Сибири Сергей Миняйло отметил, качество дорог в Барнауле на высоком уровне. Барнаул отличается в лучшую сторону по внешнему своему виду, по внутреннему содержанию. У меня вся полностью информация есть, я своими глазами это видел. И я вам скажу, не хваля мэра города, не говоря слову «благодарность» или хохлы губернатору, но по своему внешнему виду он отличается в лучшую сторону, чем некоторые наши столицы регионов Сибири. Это работа, это работа. Здесь, в Барнауле, в центре Нагорного медицинского кластера, завершили реконструкцию транспортного узла. Развитие этой инфраструктуры началось несколько лет назад. Теперь врачам и пациентам будет комфортнее добираться до медучреждений. Губернатор Александр Карлин лично проверил качество выполненных работ. Александр Маратанович, хотел бы вас поблагодарить за такой красивый центр, за такую красивую парковку. Очень удобно и освещение, и машины есть где поставить. Каждый день в Алтайский медицинский кластер за помощью приезжает не менее 7 тысяч человек. Сейчас здесь 770 парковочных мест, пандусы и широкая проезжая часть. Все работы обошлись краевому бюджету почти в 100 миллионов рублей. Подрядчик сделал дорогу качественно, сделал объект качественно в срок. Значит, у нас еще остается на весну это прилегающая территория, это зеленение, газоны. Поэтому нареканий к нему не было. Он дал пятилетнюю срок гарантии. Поэтому я думаю, что мы будем этот объект содержать в достойном виде. Впервые в Алтайском крае реализуют проект формирования комфортной городской среды. В 2017 году власти выделили 25 миллиардов рублей всем регионам страны. Алтайский край получил почти 600 миллионов рублей. Более того, жители края не только выбирали территории и голосовали, где могут установить детские площадки, сделать парковки, но и участвовали в софинансировании. А это более 6 миллионов рублей. Всего в проекте заявлено 14 муниципалитетов – Барнаул, Новоалтайск, Биск и Рубцовск. В этом году обустроили почти 300 дворовых и 15 общественных территорий, а также 11 парков. По поручению президента было определено правительство в обязательном порядке финансировать эту программу в объеме не меньше 17-го года. Поэтому действительно сейчас в бюджете федеральном предусмотрена субсидия Алтайскому краю на 18-й год и на период планов до 20-го года. Примерно тот же объем, может быть, больше дворовых территорий, общественных территорий мы увидим на следующий год. Нагорный парк – один из главных туркластеров Барнаул-Горнозаводской. Его благоустрают в том числе и на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Еще в октябре Барнаул посетил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Администрация города показала планы строительства набережной Аби и второй лестницы Нагорного парка – объекты, которыми краевая столица сможет гордиться уже в будущем году. Весь цикл работ по благоустройству парка необходимо контролировать, подчеркнул заместитель министра строительства России. Это не повод расслабляться, а повод только еще более активно реализовать те приоритетные задачи, которые перед нами с вами стоят. Без городской инфраструктуры, без городского хозяйства, без комфортной городской среды ничего развиваться не будет, потому что люди просто будут покидать наши населенные пункты, переезжать в более комфортные места. В этом году алтайские дорожники проделали масштабную работу. На все виды ремонта выделили более 12 миллиардов рублей. Дорожники отремонтировали 792 километра региональных, 128 километров федеральных дорог и 28 мостов. Определен вектор работ на следующий год. По словам специалистов, уже есть заявки на ремонт сельских дорог. Из федерального бюджета планируют направить 330 миллионов рублей. Софинансирование будет и из региона. Мы сегодня заявились уже на следующий год. Сдали заявку. 330 миллионов рублей нам обещают. Это 25 километров, 7 сел, 6 предприятий сельского хозяйства. Программа немножко сменила приоритеты. Она направлена на фермы. 550 километров федеральных трасс в Алтайском крае соответствуют нормативам. Также в этом году ликвидировали 8 мест, где больше всего происходит ДТП. В 2018-м дорожники продолжат работать на школьных маршрутах, а это 350 километров. Также в будущем году на ремонт и строительство дорог ожидают аналогичную сумму – более 12 миллиардов рублей. Дмитрий Бутков специально для итогового выпуска новостей. И если календарный год закончился, то учебный продолжается. Расходы на образование в регионе в 2018-м году увеличены на 4,8 миллиарда рублей. Сегодня известно, что половину этой суммы направят на строительство новых школ. А 500 миллионов от суммы выделят на ремонт и укрепление материальной базы. С какими итогами подошли к 2018-му году наши образовательные учреждения, расскажем прямо сейчас. 924 детских сада, 1120 школ, 56 учреждений профессионального образования, 231 дополнительного, 8 государственных вузов. Всего в Алтайском крае более 2000 образовательных организаций. Каждый год появляются новые объекты. В 2017-м открылись три школы в краевой столице Тюменцевском и Родинском районах. В 2018-м строительство продолжится. Мы начали строительство в этом году и завершим. Это пристройка на 312 мест в селе Ново-Егоревское Егоревского района. Контракт тоже заключен, с подрядчиком работы ведутся. В 2018-м году мы начинаем строительство школы в селе Усть-Волчиха Волчихинского района на 140 мест. И школы в селе Покровка Локтевского района на 90 мест, совмещенные с детским садом на 40 мест. Барнаульская школа номер 48 имени Героя Советского Союза генерала Нестера Козина. В этом году она признана лауреатом конкурса 100 лучших школ России. А еще в списке лучших – Бийский лицей-интернат, гимназия номер 42 и лицей-124 Барнаула. Первая Михайловская школа, восьмой лицей Новоалтайска. С каждым годом школ, которые ставят в пример, становится все больше. Я познакомилась с школой, с гимназией 42, о которой знала еще до приезда в Алтайский край, потому что эта образовательная организация уже неоднократно становилась победителем и входила в топ-500 лучших школ России. И, конечно, уже только это вызывало мой интерес, профессиональный интерес. Имена учителей нашего региона знают по всей России. Сразу два педагога Алтайского края – Юлия Белоцкая и Олег Кравцов – удостоены в 2017 году звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». А учитель физкультуры лицея номер 8 города Новоалтайска Елена Гриценко стала лауреатом всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». В юбилейный для края год звание «Почетный гражданин Алтайского края» удостоена учитель химии Барнаульской гимназии 22 Раиса Коркина. Материальная составляющая работы учителей на особом контроле не только у президента России, но и в правительстве Алтайского края. В этом году из краевого бюджета на повышение заработной платы учителей дополнительно было выделено более 700 миллионов рублей. Сохраняются и меры социальной поддержки. По поручению губернатора Александра Карлина, со следующего года увеличится единовременная выплата для тех, кто сразу после окончания вуза или учреждения профессионального образования придет работать в сельскую малокомплектную школу. Математические кружки, робототехника, лаборатории и арт-мастерские. От дополнительного образования в первую очередь родители ожидают максимального развития способностей ребенка и умственных, и физических, и спортивных, и творческих. Согласно майским указам президента России, к 2020 году необходимо охватить дополнительными общеобразовательными программами не менее 75 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Уже сейчас в Алтайском крае в кружках и секциях занимаются 68% детей этого возраста. Можно сказать, что, наверное, не осталось в Алтайском крае уже такого уголка, такой школы, где бы не знали, что такое робототехника. И в этом году мы впервые пробуем инженерные проекты. То есть для учащихся старшей школы мы предлагаем уже треки, которые и будут адаптированы, и будут выполнены уже под конкретные заказы предприятий. Считается, что образование – одно из тех приобретений, которые не тяжело носить, а пригодиться может при любых обстоятельствах. Это также весьма удачная финансовая инвестиция. Полученные знания можно обменять на любую валюту, получив хорошую работу. Выпускники колледжа и техникумов региона доказывают, среднее профессиональное образование – это перспективно. Это подтверждают и масштабы чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills Россия, который прошел в Алтайском крае уже второй раз. Готовность региона обучать высококвалифицированных профессионалов в самых современных условиях высоко оценили федеральные эксперты, которые посетили конкурсные площадки. Частный бизнес уже обратил внимание на уровень подготовки выпускников колледжей и техникумов. Говорят, что по некоторым ведущим специальностям они легко конкурируют с выпускниками университетов. Я являюсь бренд-шефом группы компании «Белка Менеджмент Групп». Первое учебное заведение, где я учился на повару, это было Смоленское профессиональное училище 82, ныне называемое «Лицей» 82. Первым моим преподавателем именно по кулинарии была Яковлева Вера Михайловна, за что я до сих пор благодарен ей за какие-то задатки, которые она мне дала. Профессию выбрал совершенно не случайно. Мне всегда нравилось готовить с детства. И это была моя мечта, которой я очень долго шел и сейчас достиг определенных результатов. Ближайшие дни будут праздничными для преподавателей, детей и их родителей. В зимние каникулы всех ждет насыщенная программа. Спортивные, культурные, научные и творческие мероприятия. Участие в них примут не меньше 60 тысяч человек. Присоединяйтесь. Ольга Штополь специально для итогового выпуска новостей. Итак, я напомню, мы подводим итоги года. И теперь поговорим о культуре. Сотни творческих встреч, громкие премьеры и масштабные фестивали. Это только малая часть того, чем удивлял в этом году Алтайский край гостей из разных уголков России и зарубежья. Кстати, с каждым годом их становится все больше. Гостей привлекает яркая, насыщенная культурная программа. К тому же, алтайские мероприятия входят в рейтинги самых популярных событий страны. И о них делегация нашего региона подробно рассказала на Днях культуры Алтайского края в Москве. Обо всем по порядку Анастасия Романова. Что первое приходит на ум, когда слышишь «Культура Алтайского края»? Конечно же, фестивали, которые уже давно признаны визитными карточками нашего региона. Один из крупнейших в стране – Шукшинские дни на Алтае. Вот уже в 41-й раз «Гора Пикет» собрала вместе десяток известных актеров, режиссеров и драматургов. Мы не устаем приникать к этому уникальному, живительному источнику. Источнику культуры, источнику мудрости, источнику знаний о своем народе, о своей стране, о самих себе. Один из почетных гостей фестиваля этого года – известный музыкант и режиссер Гарик Сукачев. Осенью прошлого года он снимал на Алтае фильм «Про чуйский тракт». Предпоказ состоялся специально для барнаульцев на горе Пикет. Теперь же фильм «То, что во мне» стартует на телеэкранах. В январе его покажут на Первом канале. Поучаствовать в съемках повезло и нашей съемочной группе. Вместе с режиссером Игорем Сукачевым фильм снимали корреспондент Антон Скаль, операторы Дмитрия Козерлыга и Анатолий Коваленко. «Наша работа заключается в том, чтобы умирать каждый день. Это наша профессия. А если умирать, то не задармо. Вот это самое главное. И если кино покажет то, что ребята работали как звери, и я их всех не подвел, я имею в виду, прежде всего, изначально мою съемочную группу, и заканчивая всеми зрителями, которые увидят этот фильм, значит, я не зря землю топчу. Вот и все». Уникальная природа Алтая стала живой декорацией для съемок еще одного кинофильма. На этот раз не документального, а приключенческой комедии «Полный Алтай». Режиссер, гуру видеоклипов международного масштаба Александр Сюткин. «Группа туристов из большого мегаполиса Москва приезжают на Алтай и понимают, что встретили, собственно, первозданную, красивейшую природу, в которой, собственно, они и теряются, и с ними происходят различные казусы. В итоге каждый из них приехал обрести себя. То есть, один – обрести любовь, человек приехал, другой – избавиться от бед. И Алтай, алтайская природа, вся эта красота, вся дружественная команда, все переворачивает в них некий вот этот вот меркантильный подход, и они становятся высокодуховными, и каждый обретает себя». Впечатляет количество звездных артистов на квадратный сантиметр кинопленки. Здесь и участники популярной музыкальной группы «Орландо» Кирилл Попельнюк и Федор Журавлев, а исполнители главных ролей – Елена Бирюкова и Гоша Куценко. Каким получился их полный Алтай – увидим весной. Кого не ожидали увидеть на Алтае, так это известных исполнителей Александра Маршалла и Тамару Гверцители. Они дали бесплатный концерт в селе Косиха. Ежегодно там проходит фестиваль имени нашего известного земляка – советского поэта Роберта Рождественского. Его дочь Екатерина всячески поддерживает проект и помогает сохранять память отца на всероссийском уровне. «Сегодня – это продолжение жизни отца. Чем дольше он будет длиться, тем дольше будет отец жить. И раньше это было чтение, и сейчас это уже фестиваль. Поэтому я надеюсь, что скоро Косиха будет такой центр всероссийского фестиваля имени Рождественского». Аплодисменты в память и еще одного знаменитого земляка звучали в этом году. Ушел из жизни старейший алтайский актер Алексей Николаевич Самохвалов. За 80 лет на сцене он сыграл более 300 ролей и поставил 40 спектаклей. В последний раз Алексей Николаевич вышел на сцену 10 декабря прошлого года. Он играл в «Пиковой даме». А каждый год, 27 марта, в день театра и день своего рождения, он вручал молодым артистам премию имени Самохвалова. «Деда Леша» – так его называли коллеги. О смерти Алексея Николаевича артисты узнали на гастролях. «Мы зашли и нам сказали, мне после спектакля, я смотрел спектакль, сидел в зале, что деда Леша ушел в 5 часов вечера. Не знаю как, тяжеловато как-то внутри стало. В этом мы ехали домой». «Стечение обстоятельств. Театр рождается в 22-м году. Алексей Николаевич рождается в 22-м году. День рождения мы отмечаем, день театра. 27 марта Алексей Николаевич отмечает. То есть он ровесник точно, вы знаете, по судьбе. Это Господь Бог только дает». Рассказывать о выдающихся личностях региона и представлять театральную сферу в Москве довелось артистам мускомедии. На Днях культуры Алтайского окраиня показали два своих лучших спектакля – «Ползунов» и «Сильва». В Москву привезли 20 тонн реквизита. Спектакли прошли при полных залах. Публика встречала актеров стоя. Представителям писательской и книгоиздательской индустрии предстояло открывать Дни культуры в Центральном доме литераторов. Там прошла презентация издательских проектов региона, например, журнала «Культура Алтайского края». Его появление – праздник. Именно так о журнале отозвался член Союза писателей России Владимир Куницын. «Для меня огромный приятный сюрприз, что стал выходить новый журнал «Культура Алтая». И выходит он в великолепном исполнении. Это редко в столице таких журналов встреч. Сегодня, в принципе, появление любого нового литературного журнала – это для писателей, для общественности это событие, потому что это редкость большая. Мы видим, как много журналов исчезли вообще с лица земли, что называется, а тут вдруг появляются. Это праздник для нас, для всех». А праздником для студентов РУДН стало открытие именной аудитории Василия Шукшина в Российском университете дружбы народов. Несмотря на то, что она учебная, ее оформление скорее музейное. На самом видном месте – бюст Василия Макаровича, стенды с его биографией, фотографией и кадры из шукшинских фильмов. Это открытие стало частью проекта Музея Сибири и Дальнего Востока «Сибирская аудитория». С творчеством наших земляков познакомились посетители книжного магазина «Москва». Там представили многотомные издания все того же Шукшина, Валерия Золотухина, Георгия Гребенщикова, а также книги из серии «Алтай. Судьба эпоха». Идея проведения такой презентации появилась у губернатора Александра Карлина после знакомства с директором книжного магазина «Москва» на рождественских чтениях. «Честно говоря, не всегда мы знаем, что издают региональные издательства. И когда мы получили список книг, которые изданы на Алтае, мы просто были восхищены». Впервые дни культуры Алтайского края прошли в Москве 10 лет назад, в честь 70-летия региона. Теперь же это традиция – отмечать юбилей края в столице таким, культурным образом. Анастасия Романова специально для итогового выпуска новостей. Отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Корее. Серебро легкоатлета Сергея Шубенкова на чемпионате мира в Лондоне и золото тэквондиста Альберта Гауна на первенстве Европы. Для алтайского спорта уходящий 2017 год стал очень насыщенным и разным. Не обошлось без громких скандалов и громких побед. Подробнее о них расскажет Владислав Кириенко. «No Russia, no Games» – один из главных спортивных девизов уходящего года. Так называется флешмоб, который запустил в сети 13-летний Роман Старков. Менее чем за сутки его видеообращение собрало около миллиона просмотров и стало нашим ответом на решение Международного олимпийского комитета, который постановил – на Олимпиаде в Корее сборной России не будет. Спортсмены с чистой допинговой историей смогут выступить только в нейтральном статусе олимпийских атлетов из России. «Давайте запишем это видеообращение в поддержку своего любимого спортсмена сборной России. В руках держите хэштег «No Russia, no Games». Ну, победим, а иначе никак». Присоединились к флешмобу и жители краевой столицы. Есть причины. От Алтайского края на участие в Олимпиаде претендует трое спортсменов – конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев и лыжница Яна Гервиченко. Ехать или нет – для спортивной общественности двух вариантов быть не может. «Лучше выступить на Олимпиаде, пусть под нейтральным флагом, но все знают, что это спортсмены из России, мы будем болеть за своих ребят». «Когда здесь говорят, что я типа под каким-то другим флагом, конечно, спортсмен не думает. Он думает, как туда попасть и как выиграть эту медаль золотую, дойти к этой заветной цели». В атмосфере постоянного давления в уходящем году выступал и Сергей Шубенков. В 2017-м наш легкоатлет возобновил старты и тоже в качестве нейтрального спортсмена. Но это не помешало Сергею взять две медали – серебро на чемпионате мира в Лондоне и золото на этапе бриллиантовой лиги в Брюсселе. «Я год в этом кошмаре жил, сейчас я хотя бы получил допуск, и в принципе я действительно сейчас сосредоточен на своей подготовке. И в рамках этого у меня получилось взять серебряную медаль с чемпионата мира в Лондоне. Это для меня очень, конечно, стало важно, и это, наверное, самое главное мое достижение в уходящем году». Удачно сложился 2017-й и для нашего личника – тэквондиста Альберта Гауна. На декабрьском чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, Барнаулец завоевал золото. В финале он одержал победу над прошлогодним триумфатором первенства Старого Света – португальцем Жулио Феррейрой. Для Альберта это уже третий золото чемпионата Европы. «Долго не выигрывал я, как бы, такие соревнования серьезные. В последнее, после Олимпиады в Кенигах был. И сейчас, ну, конечно, приятно было выиграть. Я теперь могу одну сказать, я в тренде снова». Для волейбольного университета 2017-й стал юбилейным годом. И круглую дату команда Ивана Воронкова отметила достойно – заняла второе место выше Лиги А. Этот результат – настоящий спортивный подвиг. «Хороший подарок получился для клуба. 20-летие, второе место Лиги А. Шикарно получилось. Суперлига просто испугалась, потому что мы реально могли выйти, а там уже они не смогли вернуться». А вот Алтайбаскет заработал повышение в классе. Перешел из Суперлиги 3 в Суперлигу 2. И тоже завоевал серебро. До золота не хватило совсем немного. Барнаульцы в пяти матчах финальной серии уступили Уралмашу. Не избежал Алтайбаскет и кадровых перестановок. Главным тренером команды стал Евгений Горев. Пополнил штат и литовский специалист Ромуальдос Петронис. С нового года он может возглавить команду. Но для этого тренеру нужно получить рабочую иностранную визу. «Предложение поступило весной этого года. Но я был еще задействован. И потом летом работал со сборной Литвы. Мы готовились к универсиаде всемирной. Но рекомендации очень хорошие были». В уходящем году добивались спортивных успехов не только профессионалы, но и любители спорта. Летом барнаульцы побили рекорд России. Провели самую масштабную массовую тренировку. Более трех тысяч человек занимались целый час под проливным дождем в режиме нон-стоп. «Я отмечаю, что в последние годы у нас в крае множится число жителей, которые на постоянной основе занимаются физической культурой, спортом. Отрадно, что эти изменения происходят во всех группах нашего населения. Речь идет о детях, молодежи, подростках, о людях среднего или пожилого возраста». Для алтайского спорта уходящий 2017-й стал очень насыщенным. Рассчитываем на победы и в новом году. Владислав Кириенко специально для итогового выпуска новостей. Лучший способ отдыха – соревнования с коллегами. Компания «Акто» уже 9 лет проводит корпоративную спартакиаду. Сотрудники убеждены, спортивные состязания – достойная альтернатива застолью. В каких дисциплинах они соревновались в этом году и кто победил, расскажем далее. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Простите, это ведь начало другой истории. В нашем случае каждый год в декабре повсеместно проводят новогодние корпоративы. И в компании «Акто» тоже корпоративы, только спортивные. Старт спартакиады объявляют вот уже 9 лет. Каждый год, добавляя дисциплины, усложняя старты, не забывают и о сюрпризах. В этот раз – шуточный заплыв на надувных матрасах. Ну а если серьезно, в этом году в спартакиаде 13 дисциплин. Месяц соревнований и строгий итоговый протокол. Есть постоянно одни и те же наши герои, мы от них все время ждем результатов, они подтверждают. Но все время появляются люди, которые себя раскрывают с какой-то стороны. Поэтому тут и есть все время интрига, и все равно интересно всегда. Философию корпоратива в спортзале сотрудники компании несут в массы. На свои соревнования они часто приглашают партнеров. Алексей Дмитриев, который меня постоянно приглашает, который хочет меня проверить на вратарские способности, но, к сожалению, пока не получилось. Я думаю, в будущем, узнав всю команду, я присоединюсь к ним, когда буду в следующий раз в гостях. Для кого-то участие в спартакиаде – это возможность попробовать себя в новом виде спорта. Для других – и вовсе на новом месте работы. Новички компании охотно участвуют в стартах. В командном спорте, как и в командной работе, важны взаимовыручка и понимание, кто чего стоит. Я пришла в компанию сравнительно недавно, мой путь только начинается, но мне уже все очень нравится. В принципе, вот эти соревнования и направлены на сплочение коллектива и знакомство. Сотрудников много, и это дает возможность нам познакомиться для дальнейшей работы. 13 лет АКТО занимается проектированием, производством и монтажом современных светопрозрачных конструкций. Зимние сады, стеклянные фасады, витражи, двери и окна. Девиз компании – АКТО, если не мы? Именно этому они учат и своих детей, которые вместе с родителями принимают участие в детских стартах. Мы с вами дети! Месяц упорных соревнований позади. Как всегда, новые участники и болельщики. Название команд повторяют название подразделений предприятия. Третий год подряд первое место занимает команда «Завод». Второе место устройки – бронза у розницы. Самым спортивным – подарочные сертификаты на современную экипировку. Руководство предприятия знает наверняка – длинные новогодние каникулы не отразятся на рабочем процессе. Больничные с последствиями новогодних застольей в этом коллективе исключены. Николай Тихонов, Вадим Слюсарев и Елена Заздравных, Роман Хайрулин, Анатолий Фукс, Александр Морозов. Новости. Это все, о чем мы успели рассказать вам в этом году. Хороших вам праздников и удачных выходных. Встретимся уже 3 января. Ну а сегодня в 20.00 наш эфир продолжит новогоднее музыкальное шоу с Еленой Хорошавцевой и Павлом Бриком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова